МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. С топ-фальшивком! Как бороться с контрафактной продукцией говорили на видеоконференции с министром промышленности России. За тысячу километров от Родины в столице Республики Крым состоялось открытие Чувашского национально-культурного центра. Поддержим наших. Скоро завершится голосование за звание лучших спортсменов 2015 года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство подвелись сегодня на очередном заседании Кабинета министров. Повестки дня и поддержка местных книгоиздателей. В этом году победители республиканского конкурса выбирали по пяти разным номинациям. Комиссия оценивала, как в населенных пунктах благоустраивают территории детских садов, дворов, улиц и даже приусадебных участках. Члены жюри рассмотрели тысячи представленных на их суд материалов, но отобрали только 12 финалистов. На заседании Кабинета министров обсудили и вопрос снижения количества литературы, выпускаемой Чувашским книжным издательством. Связано это с сокращением финансирования. Это не тот случай, когда нужный экономист, считает глава Чувашии. Объемы выпуска книг на чувашском языке не должны сокращаться. Просьба максимально сейчас посмотреть, а при уточнении в 2016 году не снижать сумму по этому направлению. Очень мне хотелось продолжить в следующем году такие замечательные серии, как президентская библиотека, замечательные люди Чувашии. Это с одной стороны. С другой стороны, качество наших книг, то, что выпускает книжные издательства, это на уровне мировых стандартов. Во всех выставках европейских, московских, международных эти книги востребованы. Нам есть что показать. Очень бы хотелось эту работу продолжить. И, тем более, Михаил Васильевич, спасибо за поддержку. Еще раз вы сказали, что 1-2-3 миллиона рублей погоду не делает. Но это лицо республики. Сейчас в стране по подсчетам специалистов около 1-3 продаваемой продукции поддельная. Причем копируют все – технику, алкоголь, лекарства, товары легкой промышленности. Перечень большой на контрафакт жалуются руководители всех отраслей экономики. Как этому противодействовать, обсуждали сегодня на видеоконференции, которую провел министр промышленности России Денис Монтуров. Подробности в следующем репортаже. Ущерб только производителей автокомпонентов в сегменте производства легковых автомобилей каждый год составляет до 40% или от 5 до 8 миллиардов. В 2015 году в Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поступило более 20 тысяч обращений с просьбой определить подлинность приобретенных деталей. Это позволило выявить и возвратить в торговую сеть 645 контрафактных завчастей. Схожая ситуация с тиражированием компонентов в авиационной отрасли. По авиационной промышленности принято два принципиальных решения по необходимости разработки ускоренного порядка, утилизации компонентов воздушных судов, а также внедрение радиочастотных меток для комплектующих. Но не всегда метки и штрих-коды работают эффективно, и их тоже можно подделать. Нужны карательные методы, уверены специалисты. Один штраф приходится сумму в среднем 6 тысяч рублей, в то время как законодательством Российской Федерации установлено, что годовой оборот микропредприятий составляет до 120 миллионов рублей, а малого предприятия до 800 миллионов рублей, что делает наши действия, связанные с выявлением нарушения, они неэффективны. Много контрафактной и фальсифицированной продукции в легкой промышленности. Регионы всерьез озабочены этой проблемой. Такие товары наносят серьезный урон местной экономике. Есть и продукции, завозимые из Европы, из стран Азии, из того же Китая, завозят сюда нелегально и реализуются у нас здесь на территории, в том числе и республики. Я думаю, что у нас порядка 30% рынка легкой промышленности это точно контрафакт, турецкий, китайский. Поэтому вот эту работу мы сейчас должны будем провести и выявить, и убрать ее, соответственно, с рынка. Специализированная рабочая группа сейчас рассматривает возможность ужесточения наказания за подобные преступления, ограничение возможности амнистирования незаконно ввезенных грузов и упрощение порядка уничтожения такой продукции. В Росимуществе тоже настаивают на серьезных мерах по борьбе с контрафактом. Фактически уничтожать контрафактную, фальсифицированную и иную нарушающую экономические интересы государства имущества и товара и продукцию незамедлительно после выявления, то надо продумать возможности внесения в федеральные действующие законы. А вот представители Росздравнадзора сейчас работают над созданием специальных лабораторий, где будет выявляться контрафактная и фальсифицированная продукция. Ежегодно из аптек изымается до 1% серии лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. В первом квартале 2015 года таких серий было 785. Вброс фальсифицированных лекарственных средств осуществляется, как правило, в легально произведенной лекарственной серии. В связи с тем, в первую очередь, осуществляется приостановление обращения всей серии лекарственных средств, что не всегда бывает рационально для производителя. В каждой области или республике активно работают правительственные комиссии. Предложения мы в комиссию федеральную сейчас готовим, отправим. Это, прежде всего, изменение технической регламенты, это ужесточение требований к продукции, ужесточение требований к тем компаниям, которые реализуют эту продукцию. Сейчас они готовятся. Я думаю, что в ближайшие, до конца недели, мы отправим в комиссию Российской Федерации. Конечно, проблему решают и на уровне Евразийского экономического союза, который пытается ставить таможенные барьеры. Участники видеоконференции считают, что к сотрудничеству надо приглашать и страны, не входящие в этот блок. Тогда поток контрафакта существенно может уменьшиться. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Каждый год в последнее воскресенье сентября в России чествуют работников машиностроительной отрасли. Для некоторых машиностроителей Чуваши этот праздник станет особенным. Ольга Пырочкина подробнее. Сразу после школы девушка с необычным именем Анфиса пришла на Чебоксарский электроаппаратный завод в автоматный цех. С тех пор прошло 42 года. Анфиса Ефимовна может работать наладчиком, автоматчиком, оператором металлорежущих станков, резьбонарезчиком. Сколько деталей прошли через ее руки, посчитать уже невозможно. Так называемую норму выработки женщина выполняет на 120%. На вопрос отвечать не любит, работа ждет. Раньше ничего не получалось, как пришла. Это уже по ходу действий все научилась. Трудностей не надо бояться, но это все получится. Через несколько дней Анфиса Ефимовна получит звание заслуженной машиностроители Российской Федерации. Почетное звание присудили в канун профессионального праздника. Несмотря на старший пенсионный возраст, на заслуженный отдых работница пока не собирается. Сначала надо подготовить смену. Ученица Анфиса Ефимовна 43 года. Молодежь в цех идет неохотно, работа кропотливая и ответственная. Сетует женщина. В соседнем цеху работает еще один заслуженный машиностроитель России Николай Степанов. На завод он пришел в 1984 году электросварщиком 2-го разряда. За время работы повысил квалификацию до 6-го. У нас интересная работа, потому что постоянно сложные конструкции. Сейчас получили новые станки, лазерные, финны. Интересно. Впрочем, пожалуй, лучше любого разряда о ценности сотрудника говорят слова начальства. Мол, такого работника никуда не отпустим. Я его знаю уже практически 15 лет. Это самый лучший сварщик на нашем предприятии. Очень большое время он тратил и на обучение молодых. Отзывчивый, отзывчивый. К любой работе относится легко. То есть не то, что все это дается ему легко. Если что-то у него не получается, он при любом раскладе, обращаясь к руководству цеха, к мастерам, решает эту проблему. То есть на этого человека можно положиться всегда и везде. Про сотрудников машиностроительной отрасли говорят, что они и сами сделаны из стали. На их плечах основа промышленности любой страны мира. Транспорт, бытовая техника, станки, разное оборудование. Нет такой отрасли, которая бы не была связана с машиностроением. А значит, те, кто делает нашу жизнь современной и комфортной, не останутся без работы. Лишь бы молодежь шла в инженеры. Ольга Пыричкина, Лена Алтухова, Расиль Мухаметов, Республика. Несколько аспектов охраны здоровья обсудили сегодня на правительственной комиссии. Какие задачи стоят перед руководством республики в этой области и как их планируют решать в нашем сюжете. На этот раз говорили о правильном питании. Складывается оно из разных факторов, но первоочередную роль здесь играют экологически чистые продукты, из которых, собственно, и готовится здоровая еда. Правительство республики ставит задачу – производить сельхозпродукцию, соответствующую экологическим нормам. Работа в этом направлении уже ведется. В сельхозпроизводстве используются элементы биологизированной системы земледелия, замена минеральных удавлений седеральным культурным, введение адаптивно-ландшафтного системы земледелия, применение биологической защиты растений, регуляторов роста, подбор оптимального чернования культуры для борьбы с болезнями и вредителями. Уже несколько лет в республике под брэдом «Чувашский биопродукт» выпускается здоровое питание. Однако покупательский спрос пока невелик. Исполняющий обязанности председателя кабинета министров Чувашии Иван Маторин считает, что так называемое «зеленое земледелие» нужно развивать системно. На совещании уделили внимание и профилактике здоровья в образовательных учреждениях Чувашии. Речь идет о медицинском контроле, об организации здорового питания. Работа в этом направлении будет продолжена. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака груди. В Чувашии это онкологическое заболевание является самым распространенным. Поэтому медики постоянно ищут новые формы профилактики этого опасного недуга. Подробности далее. С каждым годом статистика выявленного рака молочной железы неуклонно растет. Наследственность, стрессовые ситуации и другие факторы влияют на развитие болезни. В очередной раз специалисты онкодиспансера провели консультации и обследования. Сотрудники передвижного маммографического комплекса работали на территории торгового комплекса ярмарка. Плюс данной методики в том, что она позволяет доступно каждой пациентке провести исследование, выявить раннюю возможную патологию, у которой она есть, которую в свою очередь мы своевременно в дальнейшем начнем уже лечить. Процедура занимает буквально несколько минут, что позволяет определить онкологию на ранней стадии и назначить соответствующее лечение. Очень-очень удобно, что онкологический центр пошел на нас в речи, сюда приехал к нам, к нашему месту работы. Хочется на самом деле сказать спасибо всем организаторам от души. Хочется, что все равно волнуются, учитывая, что рядом такой центр и очень много болезней у нас бывает. Всего в Чувашии действует около 20 передвижных маммографических комплексов. Но это всего лишь одна из возможностей проверить свое здоровье. Диспансеризацию, скрининг, ультразвуковое обследование никто не отменял. Эти инструменты профилактики тоже дают результат. Каждый день мы оперируем женщин, у которых найдена именно первая стадия рака молочной железы. Очень часто это бывает не пальпером и форма опухолей, которые находят именно при профилактическом осмотре, при маммографическом или при УЗИ. Так что наше здоровье в наших руках. Медики же готовы оказать нам квалифицированную поддержку. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Еще в 17 веке в Англии был принят закон о передаче оригинального экземпляра газет в архив. В 1994 году идентичный закон приняли и в России, а в 2008 в Чувашской республике. Сегодня за круглым столом архивисты Приволжского федерального округа обменялись опытом работы с электронным форматом материалов. Архивирование электронных документов началось относительно недавно. И специалисты столкнулись с серьезными проблемами. Виртуальные файлы ненадежны, есть вероятность сбоя системы и полные потери документов, а также несовершенно законодательная база. Представители центральных архивов из Татарстана, Мариэлы, Нижегородской, Московской областей за круглым столом обсуждали не только новые технологии в работе с базой данных, но и приложения изменения правовых актов. Методики работы с этим документом только создаются, и тем более важно общение по тому, как эти документы, как работать с этим документом, как их хранить, как их описывать. Ну и много других профессиональных деталей, профессиональных навыков, на которых просто необходимо обмениваться на нашем оригинальном уровне между оригинальными архивами. Более 17 тысяч электронных файлов хранятся в Чувашском архиве. Каждый год объем информации увеличивается, и возникает потребность в новых хранилищах. Технологии развиваются семимильными шагами. Уже разработаны диски емкостью более 20 терабайт. Из-за обработанного камня и стекла они не портятся от перепадов температуры и давления, что позволяет хранить информацию даже в космосе. Возможно, в скором будущем все выпуски информационной программы «Республика» будут храниться в космическом архиве на орбите Земли. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, «Республика». В столице Крыма состоялось открытие Чувашского национально-культурного центра. Этого события уроженцы республики ждали долгие годы. На праздник к ним приехали члены Чувашского национального конгресса. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Ласкали слух слова родимой речи, приятной лаской, как ребяжий бог. Многие из них, прожив в Крыму десятки лет, еще не забыли родного языка. Любовь Тавлуй даже начала обучать Чувашскому своих друзей. Теперь она руководит национальным ансамблем в Севастополе и часто выступает на городских концертах. Вспоминаем старинные песни, стараемся рассказывать в школах, в библиотеках. Часто мы собираемся на историческом бульваре. Каждый год у нас день исторического бульвара. Мы там показываем свои вышивки, национальные костюмы. Национальные костюмы мы в основном шили сами. Идея о создании такой структуры в Крыму зародилась еще в конце 90-х годов, но сдвинуть дело с места властям удалось только после выхода республики из состава Украины. Недавно этот вопрос рассмотрели и депутаты Симферополя. Причем в Крымском госсовете сейчас работает и уроженец Чувашия. Для уроженцев Чувашской республики в Крыму открыли и отдельный центр. Теперь именно здесь планируют проводить концерты, выставки и встречать гостей. Пустовать он точно не будет, только по официальным данным в Крыму и Севастополе проживают более 2000 Чуваш. Это самое большое значение имеет, потому что объединить такую, скажем, маленькую нацию, как Чуваши, объединить весь Крым, это, я думаю, большое дело. Делегация национального конгресса приехала в Крым не с пустыми руками. Своим землякам подарили книги и костюмы. Каждый горожанин знает о своих обязательствах по коммунальным платежам, однако не все добросовестно их исполняют. На сегодня в службе судебных приставов в Чувашии находится более 8 тысяч исполнительных листов. На общую сумму более 540 миллионов рублей о взыскании задолженности в пользу ресурсоснабжающих организаций. На днях судебные приставы провели совместный рейд сотрудниками «Газпром Межрегионгаз» Чебоксары. Как показывает практика, в число злостных неплательщиков наряду с жителями коммуналок входят и весьма обеспеченные люди. В ходе рейда было взыскано более 5 тысяч рублей, наложено два ареста, вручены уведомления о необходимости погашения задолженности в установленной законом сроке. У вас задолженность 13 745 рублей. Как собираетесь погашать на должность? Деньгами, погасим. Когда погасить? У нас есть какое-то проделание. Несколько должников сразу оплатили полную сумму задолженности. Всего с начала года сотрудники управления взыскали более 240 миллионов рублей, арестовали более 200 единиц имущества и возбудили 8 уголовных дел. Рейды по взысканию задолженности в пользу ресурсоснабжающих организаций будут продолжены. Общероссийский народный фронт провел сегодня семинар для представителей домовых комитетов. Речь шла о двухкомпонентном тарифе на воду, который в соответствии с федеральным законодательством жителей республики должны были оплачивать с 1 января 2014 года. Но начали делать это с опозданием. Холодная вода и тепловая энергия, необходимые для нагрева, это и есть два ее компонента. Такой тариф создан для того, чтобы жильцы могли самостоятельно выбрать оптимальную температуру воды, которая им нужна, и не переплачивать за энергию, которая необходима для ее подогрева. Если раньше потребители в лице, например, жителей платили этот ресурс по кубам, который показывают счетчики, то есть это было достаточно просто и доступно для населения, то сегодня этот компонент разделился на две части. Это компонент холодной вода и гикокалорийный ее подогрев. Понятно, что представители комитетов прежде всего волнуют увеличение оплаты за эту услугу. Нам объяснили, как, значит, что и по какой цене будет. Ну вот у нас компонент на тепловую энергию сейчас идет, например, трехкомнатная квартира – 318 рублей. И компонент на теплоноситель – 83 рубля. Это получается уже около 400 рублей. Конечно, это дороговато, особенно для пенсионеров. Ключевой момент в этой истории – возможность экономить. Для того, чтобы в квартиры поступала вода определенной температуры, в доме нужно установить общий терморегулятор. Он и будет определять количество энергии, ушедшей на подогрев. Тогда ни один поставщик не сможет взять с собственников лишние деньги. Самое главное – мы хотим активизировать инициативу собственников, чтобы они сами на домах инициировали установку вот этих приборов, которые могли бы регулировать оплату горячей воды. Организаторы семинара считают, что рано или поздно собственники жилья придут к пониманию того, как важно экономить все ресурсы и не переплачивать зря. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. Команда лесорубов из Чувашии заняла третье место на чемпионате России. Он проходил в столице Татарстана. О необычной профессии и лучших ее представителях в нашем сюжете. Увлекательное зрелище, виртуозное владение инструментом и прекрасная возможность поближе познакомиться с профессией вальщика леса. Все это чемпионат лесоруб-2015. 26 команд боролись за звание лучших в своей отрасли. Победа досталась вальщикам из Карелии. Команда из Чувашии стала третьей. А юниор Андрей Веселицкий стал чемпионом в своей номинации. В том году мы уже один раз поднимались на пьедестал на России. Это была дисциплина замена цепи. Второе место. В этом году была сформирована команда по итогам республиканских соревнований. Была здоровая конкуренция. Я думаю, на будущий год мы покажем лучший результат. Валка леса, замена цепи, обрезка сучьев, раскрыжевка на точность и комбинированным резом. Все это должен уметь делать настоящий лесоруб. Причем не просто уметь, а делать все по строгим правилам. Например, при обрезке сучьев нельзя оставлять пеньки выше 5 мм. И зарубаться в ствол глубже 5 мм. За каждую осечку участнику грозит штраф 20 баллов. Чтобы набить руку, вальщикам необходимо долго и упорно тренироваться. К чемпионату участники начинают готовиться за год. Валку мы в основном тренируем на столбах, так как уже и на чемпионате мира, и на чемпионате России уже начали практиковать не валку дерева, а валку столбов. Поэтому мы здесь же на этой же базе тренируем валку столбов. Мы используем деревья, которые погибли в 2011 году при пожаре. Мы их привозим, устанавливаем и валим. У них уже веток нет, они полностью осыпались. Идеальный материал для тренировок. Чемпионат России по валке леса – своего рода отборочный этап для формирования сборной страны для участия в мировом чемпионате. Он пройдет в Польше в будущем году. Чтобы попасть на него, нашим лесорубам предстоит подтвердить свое мастерство на чемпионате страны в Нижнем Новгороде. Он тоже состоится в 2016 году. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Грзерев, Республика. О пользе молока можно говорить много. Кальтий, который содержится в молочных продуктах, укрепляет и кости, и зубы. Царица Египта Клеопатра даже считала, что в молоке кроется секрет вечной молодости. Окунуться в мир молочных продуктов у жителей Чувашии будет возможность 25 и 26 сентября. В Чебоксарах пройдет четвертый ежегодный фестиваль молока. Молоко, кефир, сыворотка, простокваши и ряженка. Любители молочной продукции – прямая дорога в Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Здесь можно будет попробовать здоровую пищу и узнать много нового о молочных продуктах и даже забрать их с собой. Одни производители предоставят возможность всем желающим продегустировать кисломолочные новинки. Другие продемонстрируют, как можно использовать молоко в косметических целях. Без внимания не останутся и самые маленькие горожане. Специально для них участники фестиваля представят сладкие молочные продукты, полный ассортимент которых можно будет увидеть на открытии праздника. Оно состоится 25 сентября в 13.30 на площади Республики. Именно там крупнейшие переработчики молока в регионе представят свою продукцию на дегустацию. Кроме того, гости фестиваля смогут получить консультацию врачей. Также на фестивале подведут итоги конкурса селфи на молочную тему. Победители наградят на открытие фестиваля молока в Чебоксарах. 28 сентября завершается голосование за звание лучших спортсменов 2015 года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. В этом году за премию Golden Track поборются три спортсмена из России. Сергей Шубенков, Мария Кучина и воспитанница чувашской школы по спортивной ходьбе Клавдия Афанасьева. Поддержать легкоатлетку из Чувашии может каждый пользователь Фейсбука и Твиттера. Для этого необходимо посетить страничку Европейской ассоциации, найти кандидатуру Клавдии, а далее лайкнуть или ретвитнуть ее фото. 19-летняя представительница Чувашии включена в номинацию «Восходящая звезда». По итогам сезона она стала лидером на 10-километровой дистанции Кубка Европы по спортивной ходьбе, а затем стала чемпионкой Европы, показав на соревнованиях лучший результат сезона в мире. Подробнее на сайте Министерства спорта Чувашии. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Субтитры создавал DimaTorzok